Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждёт в этом выпуске. Ставропольская психиатрическая больница стала лауреатом всероссийского антинаркотического конкурса «Новый главврач» назначен Кисловодской городской больницей. Капитальный ремонт врачебной амбулатории в посёлке Новаянкуль идёт по графику. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 млн 515 859 ставропольцев. Психосоматические расстройства. Каковы причины и механизмы их возникновения? Обсуждаем в программе. Также гребля помогает женщинам восстановиться после рака. А робота-гуманоида учат читать человеческие эмоции. Ещё в нашей рубрике «Совет врача» говорим о грудном вскармливании. Всё это вас ждёт в сегодняшнем выпуске. А пока мы начинаем с новостей в медицинской отрасли нашего региона. Ставропольская краевая психиатрическая больница номер один для участия во всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» МВД России представила два видеоролика в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ». Первый из них – почему важно работать с психикой при наркомании, рассказывает о роли профессиональной психологической помощи пациенту со стороны психологов и психиатров на всех этапах лечения наркозависимости. Актуальный и креативный контент, демонстрирующий высокую практическую значимость и профессиональное исполнение представленных Ставропольцами роликов, получил высокую оценку жюри конкурса на региональном и федеральном этапах. В итоге больница награждена в своей номинации благодарственным письмом Главного управления МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю. Ролики направлены в качестве методических пособий педагогам, психологам и социальным работникам в образовательные учреждения края. Новым главным врачом Кисловодской городской больницы назначена Белла Копленкова, ранее занимавшая должность заместителя министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Во время работы заместителем министра с 2020 по 2022 год она курировала направления детское здравоохранение, акушерство и гинекология, палеотивная медпомощь, гириатрия, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Копленкова Белла Нурадиновна имеет медицинское образование по специальности лечебное дело. Закончила интернатуру в 2008 году по специальности терапия и ординатуру в 2010 году неврология. В дальнейшем она прошла переподготовку по специальностям рефлексотерапия, организация здравоохранения и общественное здоровье, повышение квалификации, менеджмент в здравоохранении и эффективное управление медицинской организацией. Белла Нурадиновна начинала свой трудовой путь в городской больнице Ставропольского края Краевая Кумагорская больница. Здесь была заведующей неврологическим отделением и врачом-неврологом. В отделении внедрила в практику новую методику лечения пациентов, что улучшило эффективность лечения на 20%. В Андроповском районе активно идет реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Так в рамках программы продолжается капремонт здания врачебной амбулатории поселка Новый Янкуль. На втором этаже здания уже залит пол, также выполнена замена кровли, ремонт фасада, внутренние работы начаты, выполняется штукатурка стен, а также происходит установка гипсокартона. Все работы идут согласно графика. На ремонт было выделено 5 миллионов 400 тысяч рублей. За врачебной амбулаторией закреплен 1341 человек. На время ремонта, благодаря содействию главы округа, сельская амбулатория переведена в соседнее административное здание, где жители поселка беспрепятственно получают медицинское обслуживание. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 миллион 515 тысяч 859 ставропольцев. За последние сутки 2256 человек. Вторым компонентом в нашем регионе привились уже 1 миллион 188 тысяч человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 649 человек больше. Остаток вакцины на 28 июля по первому компоненту гамма-ковид-вак составляет 285 638 доз, а по второму – 301 465 доз. Количество людей 60+, получивших вакцину в Ставропольском крае, составляет 459 951 человек. Причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 671 человек. Через интернет за весь период на вакцинацию записались 87 410 человек. Все болезни от нервов – это миф. Болезнь Паркинсона возникает из-за стремления к контролю. Аденоиды у детей появляются, когда они чувствуют, что родители их не любят. Вот вопросы. Психосоматику обсуждаем сегодня в программе «За здоровье» на своем ТВ. Гостья студии Ольга Кияшко – врач-психиатр, психотерапевт Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1. Ольга Евгеньевна, добрый день. Добрый день. Итак, начинаем развенчивать мифы, если это так на самом деле. Вот все болезни действительно от нервов или нам только кажется? Нет, нам не кажется, но это неоднозначно. Все болезни возникают по совокупности факторов. То есть это всегда ряд причин, которые вызывают заболевания. И состояние нервной системы, состояние эмоционального фона человека, оно играет не последнюю роль во множестве заболеваний соматических. Ну, то есть получается, что в любом случае те или иные стрессы, какие-то неприятные ситуации на работе, в личной жизни и так далее, они могут привести к какой-то хронике, да, вот в плане того или иного заболевания, да? Как этот механизм вообще может запуститься и работать? Ну, это, в общем-то, базовый механизм. Как запускается, это стресс. При возникновении стрессового фактора, то есть будь то психологический, будь то какой-то бытовой триггер, который запускает, прежде всего реагирует у нас нервная система, симпатическая её часть, то есть у нас начинает быстрее биться сердце, повышается артериальное давление, то есть возникают вот такие защитные реакции, на этом фоне может повыситься артериальное давление, и если это регулярно происходит, то это может привести к стабилизации этого состояния и к формированию, собственно, артериальной гипертензии. Но, опять-таки, стресс – это один из факторов. То есть во всех заболеваниях есть масса причин. Где-то микроб, где-то генетическая предрасположенность, где-то особенности функционирования нервной системы. Но и стресс может являться пусковым механизмом очень многого количества заболеваний. Ну вот психосоматические расстройства – основные причины, и как они возникают, и что это вообще за заболевание? Как мы можем понять, что это всё-таки психосоматика? Может быть, отчасти сами или только при помощи специалиста, естественно? Не при помощи интернета. Ну, при помощи интернета это вообще, в принципе, такое дело – это лотерея. То есть там может повезти, и вам попадётся какой-то источник, который вас успокоит и направит ваши мысли в правильное русло, и по правильному маршруту вас отправят по специалистам. Либо запугает до такой степени, что сам по себе этот поиск в интернете может стать стрессовым фактором психотравмирующей ситуации. Ну вообще психосоматика – это проявление душевных страданий через тело. То есть психо – это душа, сома – это тело. И психосоматические расстройства – это группа заболеваний, при которых проявляются расстройства душевные через какие-либо симптомы соматические. То есть боль в желудке, например, при язвенной болезни желудка, нехватка дыхания, ощущение перехватывания недостаточности кислорода при бронхиальной астме или при гипертиреозе, что у нас там ещё к психосоматическим классическим. Нейродермиты считаются представителем классического соматического расстройства, потому что частенько это проявляется кожным зудом, высыпаниями, какими-то псориазоподобными расстройствами, то есть которые видны глазом, и человек, с которым с этим расстройством он идёт к врачу соответствующего профиля. А здесь уже идёт работа по дифференциальному диагнозу. То есть нужно определиться, насколько выражены, собственно, телесные страдания. Ну, например, у человека повышается артериальное давление, он идёт к кардиологу. Кардиолог смотрит электрокардиограмму, на которой есть определённые признаки, которые свидетельствуют о наличии артериальной гипертензии кардиологической, то есть увеличение полости левого желудочка, то есть изменение толщины миокарда, то есть определённые физические факторы, которые можно увидеть глазами. Если они не очень выражены, да, ну, помимо этого, обследуется общеклиническое состояние, то есть анализ крови, биохимический анализ крови, где есть тоже определённые показатели. Ну, всем известная липидограмма, все смотрят холестерин, и плохие холестерин, и нехорошие холестерин. А если там всё благополучно, а у человека повышено давление, значит, есть повод, наверное, посоветоваться с психотерапевтом и с психиатром, возможно. Как часто подобные случаи бывают в вашей практике? О том, что люди даже не подозревали о том, что это психосоматика, и бегали по врачам, искали болезни, неврологи, ну, там, к неврологу, к хирургу, с болями в желудке. У нас бывали пациенты, которые, там, должны были оперироваться, поступали в хирургическое отделение, какое-то время их обследовали, и видели, что нет признаков клинических воспалений, там, аппендикса, аппендицита, с которыми нужно оперировать. Но при этом есть острая боль. Но при этом есть боль в животе, при этом есть боль в животе, есть какие-то диспептические расстройства. Вот это вот всё неоднократно как бы отсеивалось, отвергались эти диагнозы, оставалось в сухом остатке только боль это в животе. А чего она болит? Душа болит через живот. Главное, чтобы не наоборот, когда говорят в хирургии, что это психосоматика, оказывается, нужно экстренно оперировать. Поэтому всегда, когда есть симптом, всегда разумное обследование у врача, оно должно идти вот первым в очереди. То есть мы всегда пациентам говорим, что вы обследовались, это очень хорошо, у вас хорошее сердце, у вас чистые сосуды, у вас всё благополучно во всех органах, значит, будем разбираться с эмоциональным состоянием. Значит, будем разбираться с нервной системой. Да, с нервной системой. Потому что иногда люди не слышат сигналов от своей психики, а понимают только сигналы телесные. Когда что-нибудь болит, тогда идут к доктору. Не понимают, потому что на самом деле там нужно отдохнуть, а не переусердствовать на работе, к примеру. И ты не слышишь, и что-то там ломается. Но об этом подробнее мы поговорим немного позже. Психосоматические заболевания обсуждаем сегодня в программе «За здоровье». А сейчас давайте посмотрим, как гребля помогает женщинам восстановиться после рака. Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Сейчас для них важно физическое восстановление. Повторяющиеся круговые движения активизируют лимфодренаж в руке. Во время операции в ней удаляют лимфатические узлы. Без лимфатических узлов возникает застой лимфы и ухудшается циркуляция крови. Рука опухает и теряет подвижность. Гребля помогает предотвратить такое состояние. Кроме того, женщины поддерживают друг друга морально. Никто не поймет, что у нас на душе лучше нас самих. Стоит только посмотреть человеку в глаза и видишь, мучается ли он от боли или беспокоится о чем-то. Женщины говорят, что гребля и время, проведенное на природе, помогают исцелять тело и душу. Теперь они планируют участвовать в международных соревнованиях по гребле в Бразилии, которые пройдут в октябре. Программа «За здоровье» Это было обозначение классических психосоматических расстройств. Собственно говоря, это один из моментов, когда психосоматике уделялось значительно... Это происходило всё в Чикагском университете психоанализа. Был такой учёный венгерского происхождения, американский психоаналитик Франц Александр, который основал этот университет и занимался там очень активно психосоматическими расстройствами. Это было в начале 20-го века, в 30-х, 20-х годах. Но вообще сам термин психосоматика возник гораздо раньше. Собственно, ещё Гиппократ с Аристотелем говорили о том, что мы лечим не болезнь, а человека. То есть вот этот холистический подход, что мы смотрим и на душу, и на тело, он ещё древними метиками использовался и как бы так проповедовался, потому что у них-то, собственно говоря, что там было из диагностических методов использования. Только глаза, руки. Поэтому, конечно же, они смотрели, как человек ведёт себя, какой он по характеру, какие у него жизненные ритмы, как он выглядит. То есть смотрелось вот это всё вместе. Потом был период, когда нашли микробы и решили, что все болезни от микробов, и мы объясним теперь бактериальной и вирусной природой происхождение любой болезни. Ну а потом с развитием психоанализа стало модным вот это направление, как раз-таки вот по поводу Чикагской-то семёрки, что в Чикагане там в первый раз вывели. Это заболевания, которые включают в себя эссенциальную гипертензию, то есть артериальную гипертензию без чётко выраженной причины. Ну, например, есть гипертензия, которая вызвана проблемами в почках, почечная гипертензия, а это вот когда непонятно откуда она взялась. Вот она считалась первым представителем психосоматических расстройств. Язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит, нейродермиты, синдром раздражённого кишечника, то есть это не специфический язвенный колит, синдром раздражённого кишечника. Потом туда ещё включались у нас онкологические расстройства, бронхиальная астма и гипертиреоз. Но сейчас эта классификация не совсем актуальна, потому что развивается медицина, развиваются диагностические подходы, и стало ясно, что стресс, невротические расстройства – это не единственная причина возникновения вот этих вот заболеваний. При гипертонии у нас нарушение липидного обмена, изменение тонуса сосудов, артериатии, атеросклерозические бляшки. При гипертиреозе – это врождённая предрасположенность к изменению гормонального фона, то есть к увеличению продукции гормонов щитовидной железы. При бронхиальной астме выявили у нас иммунологи целую кучу всяких... Отклонений, да. Отклонений, да, при которых... Ну, то есть и по всем вот этим ревматоидный артрит тоже там воспалительная природа, так же, как и в неспецифическом язвенном колите, а не только нервы. Но, собственно говоря, эта классификация, она объясняет, ну, принадлежность вот этих вот заболеваний к определённым группам. Ну, допустим, там, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, это связано с происхождением вообще с нейрогенезом, когда у человека закладывается нервная система, она закладывается из зародышевых листков. Так вот, желудочно-кишечный тракт, кожа и нервная система идут из одного зародышевого листка. Поэтому у нас вот в эту сферу как раз-таки и проявляется душевный дискомфорт в виде соматических расстройств. То есть всем известно, там, не знаю, медвежья болезнь у студентов, например, которая проявляется... Волнуются перед экзаменом. Там, тошнота или какие-то там диспепсические расстройства. Всем известно, нервный зуд, когда это возникает, то есть нейродермит. Поэтому вот они так и объясняются, и они так и группируются, вот эти вот заболевания. Но это, конечно, уже сейчас не особенно актуально. Так что, в общем, «Чикагская семёрка» – это про психоанализы, а не про новый фильм «Лентина Тарантина». Да, это больше, да, психоанализей, не амфиози, а психоанализей. Скажите, ну вот болезнь Паркинсона, возникает ли она из-за стремления к контролю, как, ну, думают в медицинском сообществе? Вот так ли это? Это действительно может... Ну, это тоже теория. 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 И по поводу болезни Паркинсона, и по поводу... Одно время, не знаю, наверное, в 60-х, 70-х годах бытовала такая теория, что шизофрения в детском возрасте возникает в связи с отсутствием эмоциональной связи у ребёнка и матери. И бедные, значит, эти матери, детишек... Себя казнили, да. ...и казнили, что они были шизофреногенными. То есть был даже такой термин – шизофреногенная мать. Ну, так же, как и относительно болезни Паркинсона и повышенного контроля, это говорит о... один из факторов стрессовых, что если человек склонен к повышенному... Ну, это не факт, что у него разовьётся болезнь Паркинсона совсем даже нет. Уже доказано о многообразных причинах, и в частности, генетической предрасположенности, особенности обмена нейромедиаторов в головном мозге. То есть это всё очень сложно и не сводится только к стрессу или к повышенному контролю. Так же, как, вряд ли, шизофрению вызовешь у ребёнка. Безусловно, конечно. А если вот у детей возникают, ну, я не знаю, проблемы с горлом, аденоиды, это из-за какой-то невысказанности или нелюбви к родителям? Тоже есть такая теория. Нелюбви родителей, вернее, к ребёнку. Да, да. Что вы скажете по этому поводу? Есть ли в этом какая-то основа? Это надумано. Надумано. Это надумано. Ну, это вот есть, опять-таки, вот эти объяснения, что когда человек, по поводу аденоидов не соображу, а по поводу язвенной болезни, что человек ест сам себя, переваривает. Вот я не могу переварить ситуацию. И в связи с этим якобы развивается вот это вот. Известные теории. Да. Так же, как и вот это вот перехватывание горла, которое может быть связано с разрастанием ткани щитовидной железы или с наличием аутоиммунного процесса и бронхиальной астмы, говорится о том, что человек не имеет воздуха, ему нечем дышать в этой атмосфере или в сложившейся какой-то ситуации. Ну, это надумано. Это, в общем-то, наши механизмы, люди все разные, и вот эти вот как раз описанные симптомы, они свойственны проявлению реакции на стресс, но прямой зависимости с заболеванием нет. Спасибо большое за это уточнение. Крайне важно для нас всех, потому что, как вы правильно сказали, слово модно. Ну, то есть очень многие, читая и в интернете, и в соцсетях, пытаются объяснить очень многие свои заболевания стрессами, психосоматикой, и при этом не обращаются к врачу, даже вот к терапевту, чтобы, ну, действительно поставить какой-то диагноз. Мы еще вернемся к нашей основной теме программы, А пока давайте посмотрим, как робота-гуманоида учат читать человеческие эмоции. Это Абель, робот-гуманоид, которого учат распознавать человеческие эмоции и быть компаньоном людей с разными недугами, например, аутизмом. Его разрабатывают ученые в Италии. Абелю придают внешность 12-летнего мальчика. Это расширяет его диапазон общения. Раму и голову робота создал голландский дизайнер аниматронных машин, Густав Хёггин. Проект Абель – это кооперация между техническими специалистами и художниками. Биоинженеры из исследовательского центра Энрико Пьяджо в Университете Пизе, а также Густав Хёггин из лондонской компании BioMimic хотят создать робота, который поможет изучать человеческие эмоции и взаимодействие людей. Камеры, бинауральные микрофоны, ЭЭГ-шлемы и термосканеры – это инструменты, которые позволяют Абелю изучать и анализировать говорящего. Наблюдая за такими параметрами, как частота голоса, тепловые изменения на коже, видимые в инфракрасном диапазоне, или частота сердечных сокращений, можно определить человеческие эмоции. Абеля приводят в движение многочисленные двигатели разного размера. Более 20 находятся под искусственной кожей, обеспечивая мимику. Мы хотим знать, может ли машина помочь человеку сохранить здоровье не только физическое, но также умственное и эмоциональное. Это особенно важно в некоторых случаях, таких как расстройства аутического спектра, или поведенческие и социальные расстройства, или даже при нейрокогнитивной дегенерации, подобной болезни Альцгеймера. Пока робот полагается на датчики, которые необходимо помещать на пациента, в будущем разработчики хотят переместить их внутрь андроида. Вы смотрите программу «За здоровье» на своем ТВ, и сегодня мы обсуждаем такую тему, как психосоматика. Ольга Евгеньевна, ну вот я говорила про интернет. Да-да. Когда читаешь медицинские какие-то научные статьи в интернете по поводу разных психосоматических заболеваний, ну вот в том числе, ты начинаешь вольно или невольно что-то себе приписывать. В общем, как говорят некоторые мои коллеги, я прочел и нашел себе все эти 10 болезней, всю эту симптоматику. Это все есть во мне. Но это ли не ипохондрия? Выискивание болезней в себе. Ипохондрия – это тоже психосоматика? Как-то они сопоставимы друг с другом? Ну ипохондрия – это одно из психических расстройств, которые классифицируются в нашем перечне заболеваний психических. То есть это скорее поиск болезни у себя, когда это происходит зациклено, болезненно, когда человек только об этом и думает, когда он не принимает какие-то отрицающие наличия у него этого заболевания, методы исследования, посмотрели, сделали КТ, сделали МРТ, сделали ЭКГ. Что все отлично, а он говорит – нет, что-то не так. Я пойду к другому доктору или к другому специалисту, или, может быть, буду искать своего врача, и найду все-таки это заболевание. Это же бесконечные хождения. Отфиксация, бесконечные хождения. Через сколько лет, вот так спрошу, через сколько лет к вам приходят такие люди на прием, когда понимают, что происходит на самом деле? У всех по-разному. Это зависит от стыничности, от уверенности в своих силах и от возможности, вообще от способности человека к диалогу, потому что некоторые люди бывают очень упрямы в своих проявлениях вот этих расстройств. Но это, как правило, проходит со временем, то есть становится понятно, что то заболевание, которое мы ищем, его нет, которое ищут врачи-интернисты, терапевты, хирурги, гинекологи. Ну да, иначе бы оно как минимум усугубилось. Да, 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 они приходят, вот эти пациенты приходят все-таки к врачу-психотерапевту или им кто-то советует. И, в общем-то, мы объясняем, что все взаимосвязано, обследоваться нужно, но в разумных пределах. Но нужно снижать тревожность, нужно снижать фиксацию на вот этих вот переживаниях своих, то есть убирать эти навязчивые переживания. Это можно сделать с помощью нашего лечения, наших препаратов, психотерапии. И, как правило, пациенты подключаются и понимают, что им действительно становится полегче. А некоторые уже просто приходят и говорят, ну я не могу уже. Я вот сдал в пяти анализах, в пяти лабораториях кровь. Там везде все отрицательно уже. Давайте полечимся, потому что сил нет. Ну да, безусловно. Потому что это трата и моральная, и физическая, и материальная, естественно. И при этом человек не понимает, ну изначально, что происходит. Ну что-то же не так, ему же плохо. То есть он же приходит не просто так, у него болит что-то. Но тут вот опять-таки, тут вот это дело, что осознать, что нам грустно, это достаточно сложно. Проще сказать, у меня болит голова, или у меня болит живот, или нога, чем сказать, что я тревожусь о чем-то, или я плохо спал ночью, у меня какие-то конфликты, какие-то невысказанные эмоции. Когда это все телесно, понятно, я заболел, значит, давайте лечите меня, идем к доктору. Как правило, да, психиатр не первый в этой цепочке докторов, в которые он приходит. Но сейчас уже достаточно активно пользуются и доктора, и пациенты сами знают о том, что надо посмотреть и вот это эмоциональное состояние. И знают, что это не стыдно и нормально сказать, что я вот после пережитого стресса испытываю там такие-то, такие-то симптомы. И, возможно, при подключении лечения, которое успокоит эмоционально, станет полегче. И с телесной болью, да, и перестанет болеть. А можно ли полностью избавиться от этого состояния? Полностью можно, конечно. Можно. Ну, мы же живем... Жизнь-то, она долгая, и состоит из взлетов и падений. Ситуации разные. И стрессовые ситуации, случаясь, вызывают, как правило, там, сходные с предыдущими переживания. То есть, если у человека раньше была такая реакция на стресс, там, пропадал сон, например. Ну, сон – это всегда первое, что страдает при любом расстройстве. Ну, так и будет. То есть, соответственно, вы уже, будучи подготовленным, там, человеком, вы уже будете понимать, что-то происходит. Вот это потому, что, там, не знаю, меня уволили с работы, или, там, закончился брак, или что-то, болезнь какая-то у ребенка, или у родителей. И у меня опять... И вот запуск. И вот он, пожалуйста. И у меня опять ком в горле, там, допустим. Или у меня опять... Я иду, смотрю щитовидку, со щитовидкой все хорошо, там, с легкими все хорошо. Давайте лечить нервы. То есть, вот так. Как вообще подходить к лечению психосоматических заболеваний? Комплексно. Все-таки во всем нужен вот этот вот подход. То есть, мы лечим и симптомы. То есть, нам помогают очень сильно препараты противотревожные, успокаивающие, антидепрессивные, если это требуется. Психотерапия, как момент, который может вскрыть проблему. То есть, человек разберется, человек расставит по полочкам, поймет, что есть какие-то способы реагирования продуктивные, не уход в болезнь. А какие-то методики, которые могут снизить эту тревожность психологически, вот таким образом можно добиться успеха. Спасибо. Мы еще вернемся к нашей основной теме, говорим про психосоматические заболевания. Пока в нашей рубрике «Совет врача о грудном вскармливании». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Куренинова Виктория Александровна. Я заведующая гастроэнтерологическим отделением детской больницы имени Филиппского. И сегодня мы с вами поговорим о пользе грудного вскармливания. Грудное вскармливание – это живая ткань. Помимо общепринятых белков, жиров, углеводов, грудное молоко содержит минорные компоненты, которые способствуют росту, развитию и в том числе развитию тех нейрональных сетей головного мозга, которых мы говорим, о том, что эти сети повышают коэффициент интеллектуального ребенка. Грудное молоко содержит в своем составе живые микроорганизмы и пребиотики. То есть это те факторы, которые формируют кишечник ребенка и которые в том числе осуществляют благополучный иммунитет его в будущем. Грудное молоко содержит антитела, которые, тех заболеваний, которыми переболела мама, и в том числе она передает своему ребенку, и, соответственно, этими заболеваниями в течение грудного вскармливания не будет болеть ребенок. Грудное молоко содержит, конечно же, микроэлементы, витамины. Грудное молоко содержит факторы, способствующие росту, развитию не только головного мозга, но и органозрения. Грудное молоко – это идеальная субстанция для роста, развития и дальнейшей жизни вашего ребенка. Грудное молоко полезно еще потому, что во время грудного вскармливания между мамой и ребенком формируется эмпатия. И это залог благополучных отношений между мамой и ребенком всю оставшуюся жизнь. Это фактор эмпатии, он позволяет мамам преодолевать психологические проблемы, которые могут возникнуть после родов. Да, и мы знаем об этом после родовой депрессии. Грудное молоко полезно, потому что это тот единственный фактор, который вы можете дать своему ребенку один раз в жизни. По сути дела, это сразу после рождения, в течение, у кого-то это 6 месяцев, у кого-то это 12 месяцев. Но это фактор, который вы не восполните никогда на протяжении всей оставшейся жизни ребенка. Вы можете заложить основы благополучного здоровья, хорошего развития и благополучия вашего ребенка именно в этот золотой период, на первом году жизни, кормляя ребенка своей грудным молоком. Ну а мы продолжаем по сегодняшней теме. Сейчас мы говорим про психогигиену и насколько она важна. Нужно ограничивать негативный информационный поток. То есть, ну не позволяйте телевизору работать в фоновом режиме. Лучше включайте музыку или какие-то любимые фильмы в записи. А также отделяйте рабочие от домашнего. Ну, заведите два телефонных номера для домашних, для служебных разговоров. Отключайте рабочий мобильник дома в выходные и в отпуске. Очень поможет, поверьте. Лучший способ избавиться от накопившейся усталости и раздражения – это, безусловно, и физическая активность. Так что спортзал, прогулки длительные, ну не менее часа, по крайней мере, на свежем воздухе. Ольга Евгеньевна, ну вот что ещё можно обозначить как психогигиену, включить в это понятие? Как нам правильно быть, чтобы чувствовать себя здоровее психически? Ну, всё очень разумно. В общем-то, всё перечисленное вполне себе имеет право на существование. Этим нужно пользоваться. Просто мы как-то в наше практическое время забываем о том, что простые вещи, режим дня, достаточный сон, отдых – это всё очень важно. И нам кажется, что можно пожертвовать регулярной едой, вот этими приёмами пищи в правильное время, сном достаточным, ночным. Что мы можем пожертвовать, мы в это время думаем, работаем, или что-то включаем, или делаем что-то по дому, что мы не успевали. А на самом деле это всё тратит энергию, на самом деле всё это подтачивает силы организма. И во всех смыслах мы становимся слабее. Поэтому режим очень важен. Это просто, но это очень сложно выполнять. Кстати, да. А вот как справляться с режимом людям, у которых ненормированный рабочий график, очень плотный рабочий график? Я не знаю, некоторые говорят в таких лайфхаках, как включать мини-будильнички такие, которые в течение дня напоминают тебе о том, что нужно поесть, выпить воды. На разных спортивных платформах, в наших гаджетах тоже есть такое, как бы будильнички для того, чтобы просто воды выпить, вот дожились. Но на самом деле помогает ли вот такой подход, да, вот если в нашем бешеном ритме жизни сегодня? Помогает. Это действительно помогает. И заложить его в своём плотном графике какой-то момент, когда выдаётся возможность вдохнуть, в этот момент наполнить это тем, что хочется, тем, что требует душа, тем, что радует душу. Может быть, это запланировать, но раз уж вы живёте такой насыщенной жизнью, и вы так востребованы, как на работе или в быту очень много заданий, значит, вы можете организовать своё время так, чтобы выделить на себя, на 10-минутную гимнастику, на регулярную еду и воду. Потому что это тоже очень взаимосвязанные вещи. Мы считаем, что это вот легко. Нам главное таблетку, чтобы нам прописали, которая поможет. Но при том, что вы должны пить в это время достаточное количество воды, что вы должны определённым образом питаться, соблюдать диету, вот это считается, что вроде бы как это не обязательно. Я же таблетку выпил, должен быть работой. Особенно режим дня, когда телефон рядом с тобой, ночная переписка с офисом, к примеру, как бы решение рабочих вопросов, ты не отделяешь работу от дома совершенно. Истощаешься. Да, и получается, что привет, истощение нервной системы. Да, и потом вот что-нибудь, если ты не понимаешь сигналов от организма, значит, заболит что-нибудь. Значит, ты можешь скоро прийти к психиатру с какими-то, с жалобой в боли, в каком-нибудь органе. Да, 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 в боли можно просто элементарно, как, знаете, не хочется куда-то идти, да, ты можешь ногу сломать. Вплоть до такой степени, что связь вот эта вот иногда прослеживается, что у людей даже травмы, потому что менее внимательно человек идёт или там спешит очень, или ещё что-то. То есть это тоже всё повышается, даже риск травматизации вот в быту, там, что-нибудь себе сломать. Безусловно, взаимосвязь. То есть, как говорит один из моих любимых психологов, Лобковский, о том, что если один раз не хочется на работу, возьмите, пожалуйста, отдых. А если второй раз не хочется, ищите другую работу. Но в любом случае как-то нужно двигаться для того, чтобы не свалиться в эту яму. Экзистенциальный вакуум, по сути. Конечно, конечно. Ну вот, психосоматические заболевания, как часто переходят какие-то соматические патологии, когда уже от психосоматики в реальную патологию заболевания? Я бы сказала, что это процесс параллельный. Потому что бывает, что психосоматическое расстройство возникает на какой-то, ну как мы выражаемся, органически неполноценной почве, что, допустим, у человека есть предрасположенность к тому или иному заболеванию. И на фоне стресса это заболевание дебютирует, может быть, иногда с минимумом симптомов. И, соответственно, на первый план выходят симптомы, которые даёт нервная система. То есть мы не находим, ничего не болит, вроде бы ничего. В смысле, оно болит, но органических изменений не произошло. Потом проходит время и может сформироваться, допустим, та же артериальная гипертензия со временем, с изменением обмена веществ, с изменением определённых жизненных каких-то вещей. Это вполне себе может параллельно развиваться. Поэтому так сказать, что вот нервничал, нервничал и донервничался до язвы, нет, надо ещё словить хеликобактер пилорис. Да, плюс ещё иметь особенность трофики в желудочно-кишечном тракте. Тогда да, там язва произойдёт. Не переходит оно. Но стрессовый фактор усугубляет всё абсолютно. В течение любого заболевания. А как избавляться от этого стресса? Особенно если он, допустим, ежедневно в быту сложности или сложности на работе. То есть ты находишься в фоновом стрессе. Как лучше всего от него избавиться, чтобы психосоматика, а ты не понимал, что это такое за термин? Ну, если это... Во-первых, систематизировать и ранжировать степень... Иногда мы преувеличиваем ту степень опасности или ту степень негатива, который несёт то или иное событие в нашей жизни. Как, знаете, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Ну да, чересчур драматизировать. Да, драматизировать. То есть мы должны... Вот этот момент для себя... Для этого нужны психологи. Для этого они как раз-таки... Вот в этом плане они большие помощники. Потому что они помогут систематизировать, понять, что для тебя важно, что для тебя не важно. Насколько степень этой потери велика или этого стресса. Если симптомы таковы, что человек не может есть, спать и всё время рыдает, значит, надо успокоиться при помощи медикаментов. И в этом ничего плохого нет. Есть препараты, которые могут снять бессонницу, которые уберут вот эту тревожность и душераздирающую душевную боль. Работают как обезболивающие для души. А дальше уже планировать... Планировать работу в терапии, которая тоже не является волшебной таблеткой, потому что поступательно... Безусловно. Ну, я не знаю, и год в терапии, и два года в терапии. Но это на самом деле всё индивидуально, насколько я понимаю, кому, как. От обстоятельств зависит. То есть это всё такое дело, что нужно спокойно, без ожиданий волшебства, что да, вот что-то я сейчас сделаю, и мне станет легче. Нет, потихонечку надо разбираться будет и со всеми этими стрессами. Если это речь идёт о хроническом перегрузе, о повышенных нагрузках на работе, иногда, да, мы не можем от этого избавиться. Но это всё-таки не режим нон-стоп. Всё-таки мы можем найти время для того... Какие-то окна для себя. Да, какие-то окна, когда мы сможем восстанавливаться. Поэтому, если это прям режим нон-стоп, ну тогда, не знаю, тогда сверхчеловек может родиться в итоге. Да. Вот, ну вдруг там что-то вылупится. Но теория о сверхчеловеке, Ницше, да, если я не ошибаюсь, она так и осталась теорией. К счастью или к сожалению, но так оно и есть. Мы люди, да, у нас есть слабости, у нас есть какие-то страхи свои, которые, да, могут превратиться в монстра. Если мы не анализируем, что это за монстр, и не превращаем его во что-нибудь благообразное. Скорее всего так. Чаще всего так и получается. В любом случае нам нужно обращать больше времени, тратить на себя хотя бы действительно вот эти вот окна в нашем бешеном темпо-ритме, гимнастика, спорт, отвлечься, погулять с любимой собакой в прекрасный солнечный день, как сейчас, летом. Поэтому, друзья, берегите себя, переключайтесь, пожалуйста. И не так, чтобы с нагрузки на нагрузку. Как говорили наши родители, это тоже неправильно. Ольга Евгеньевна, спасибо большое за участие в программе. Приходите к нам еще, рассказывайте, просвещайте. Всегда будем рады вас видеть в нашей студии. Эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Рады вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова